Именно в Брежневское время номенклатура стала очень серьезно относиться, что пишут о ней на Западе. Вот Хрущеву было фиолетово, что про него пишут про Запад. То есть ему было интересно, но это не затрагивало его, мало ли чего напишут. Престальная ситуация была другая, например, когда Молотова похвалили в одной из английских газет, и Молотов сказал на заседании каком-то, что вот меня английская газета похвалила. Сталин очень раздражился и сказал, ну да, значит, когда нас враг хвалит, мы должны радоваться. Брежнев был первым советским лидером, который очень внимательно относился к тому, что пишут на Западе. Естественно, он никаких языков иностранных не знал, но ему переводили. И для него был важен его образ, или, как часто говорят, такое словцо есть, имидж. Так вот, для него был очень важен его образ на Западе. И это говорит уже о некоторой психологической зависимости. Разумеется, она не была такой, как у Горбачева. Нужно помнить, что Брежнев был человек, который прошел войну. И он ощущал себя представителем народа-победителя. В этом отношении разница между, скажем, брежневским поколением и Горбачевским заключается в том, что горбачевцы – это люди, которые войну сами не прошли. Брежнев прошел войну, окончил ее генералом. И это играет очень-очень большую роль. К концу брежневского управления начался тот процесс, который обычно называют моральным разложением. То есть антисоветские, антикоммунистические идеи стали проникать в саму номенклатуру. Это вверх. Ну, а внизу распространялось то, что называется пофигизмом и трофейными настроениями. То есть люди старались тащить чего-то, так сказать, с работы, проявляя при этом, так сказать, фантастическую совершенно смекалку. И очень равнодушно относились к тому, что происходит. Я вам очень рекомендую с точки зрения такой социологической посмотреть старый фильм 70-х годов «Афоня». Возможно, кто-то смотрел. «Афоня». Это фильм, который очень хорошо показывает, что происходило с общественной моралью. Там главную роль играет актер Куравлев. Вообще, я вам очень рекомендую смотреть советские фильмы того времени, потому что при том, что была цензура, что-то было приглажено, но тем не менее, если систематически отсмотреть энное количество советских фильмов, социальная ситуация становится абсолютно ясной. Значит, дальше. Что у нас еще по вот этим вещам? Ну, чем закончил СССР, мы об этом будем говорить позже. Периодизацию мы с вами записали. Значит, биография Брежнева понятна. Расклад сил в советском руководстве. Когда Хрущева отстранили от власти, большая часть людей полагала, что Брежнев – это человек на год, на два. Он серый, он темная лошадка, и он временный. Предполагалось, что будет более сильный лидер. Но это лишний раз говорит о том, что в советском руководстве плохо знали историю, потому что в советском руководстве к власти все время приходят. Вообще это часто происходит. Но в СССР все три первых генсека, я не имею в виду Ленина, потому что Ленин не был генсеком. Ленин какую должность занимал, кто мне напомнит? Он был глава Совета народных комиссаров. То есть он был по-новому председателем Совета министров. Значит, первый генеральный секретарь был Сталин, когда была введена эта должность. Сталин был темной лошадкой. Никто не ожидал, что он переиграет Грандов. Затем Хрущев, от которого никто не ожидал прыти. И, наконец, Брежнев. Вот что такое было противостояние расклад сил в советском руководстве? Это были два разных подхода или два разных поколения? Вот на самом деле это было и то, и другое, но самое главное – это была разница в поколении. Дело в том, что в советском руководстве была группа относительно молодых мужиков, которые прошли войну, но они успели получить образование. Их называли комсомольцами. Их лидером был Александр Николаевич Шелепин. Это был человек, он был секретарь ЦК КПСС по армии и госбезопасности. И это были ближайшие его окружения. Например, семичастный председатель КГБ. Тоже человек с комсомольским прошлым. Без комсомольцев команда Брежнева-Суслова никогда не смогла бы организовать заговор против Хрущева. Правда, и комсомольцы без них не смогли бы организовать заговор, потому что комсомольцы контролировали армию и госбезопасность, но они не были членами политбюро, и поэтому они не могли организовывать дела на высшем уровне. Но предполагалось, что именно они и будут лидерами. И они в это сами, к сожалению, поверили. В принципе, как потом выяснилось, Хрущев собирался уходить примерно через два года после того, как его сняли. Он собирался сам уходить. И он собирался выдвинуть как раз вместо Брежневых, Подгорных, Косыгиных вот тех, кого называют комсомольцами. Они этого либо не знали, либо у них было, точнее, скорее всего, они знали это, но им хотело, у них было нетерпение, они хотели власти. И они полагали, что они сейчас свергнут Хрущева с помощью Брежневых, Косыгиных и компаний, а потом уберут этих. Но эти, Брежневы и компания, и Суслов, они были опытными игроками, и они комсомольцев переиграли. Поэтому комсомольцам нужно было поддержать Хрущева, сдать эту всю команду, а потом через два года либо Хрущев сам ушел бы, либо они его убрали. И история страны пошла бы совершенно по-другому. Но нетерпение этих людей сыграло злую шутку и со с ними, и со страной. В 67-м году, с 67-го года, команда Брежнева начинает зачищать комсомольцев. Первый, одним из первых, кого отправили, это Егорычев, первый секретарь Московского горкома КПСС. Ну, а затем пошли и остальные. К 70-му году практически все комсомольцы были зачищены.